Нынешний школьник познает премудрости науки гораздо раньше, чем это получалось у нас. Ребенок сейчас может ответить на такой вопрос, на который взрослый просто разведет руками. Ну, например, к какому пределу стремится дифференцируемая функция от корня восьмой степени из числа π, анализируемого в системе квадро-трансцедентных координат до бесконечно малых величин при условии, что числовой ряд периодически колеблется. Вот интересно, Наспор, кто хотя бы может это повторить? Вы? Пожалуйста. К какому пределу стремится дифференцируемая функция от корня восьмой степени из числа π, анализируемого в системе квадро-трансцедентных координат до бесконечно малых величин при условии, что числовой ряд периодически колеблется. Ну, конечно, я проиграл. Вы же актёр. Валерий, можно я обращусь к вам за консультацией? Разумеется, у меня не хватает опыта. Не могли бы вы дать мне несколько практических советов? Что делать? Прежде всего. Ну, уж если на то прошло, то что у вас там дальше по программе? По программе я должен рассказать про вас, про то, что вы, Валерий Золотухин, что вы актёр, играете в театре, снимаетесь в кино, но ещё пишете прозу. У вас вышла книга. Вот это я должен сказать. Ну, это всё верно. Это всё так правильно. Факты, так сказать, перечислены. Но в этом нету теплоты, какого-то личного отношения. Начните всё сначала. Значит так, кроме того, что Валерий Золотухин, актёр, снимается в кино, работает в театре, но он ещё пишет очень хорошую прозу. Лучше, правильно? Да, хорошо. Да, нелегко быть актёром. Нелегко, это точно. Ну, а что вы пошли в актёра? Случилось это давно. Мол, родился я в селе Быстровесток Алтайского края. Смело можно сказать теперь уже, что сорок с лишним лет тому назад. Закончил школу. Отец мой, Сергей Иванович, продал корову. Купил мне шьётовый костюм. В раймаге достал из-под полы, как он хвастался. Мать сшила мне широченные сатиновые шаровары. Тогда у нас в селе было очень модно ходить в шароварах. Мы так ходили перед девками нашими. Тротуары подметали. Отрастил себе длиннющие волосы. Почему-то считал, что артисты должны быть непременно волосатые. Купил себе шляпу дермантиновую. Решил в Москву ехать в шляпе. Такие шляпы продавались и три дырки сверху, значит, пробиты. То ли для вытяжки лишней какой-то. То ли для проветривания. Сейчас таких не продают. Её, бывало, чуть сожмёшь, она так и остаётся. Не распрямляется. И я поплыл. В Барнамуле пересел на поезд. Сел в поезд, покатился к Москве. Четверо суток я не ел, не пил. Мешки свои я не развязывал. В них не заглядывал вообще. Чтобы лишний раз. Не отвлекаться. Мне сказали, что в поездах и в городах одно жульё. И только ты отвернёшься, и у тебя всё сопрут сразу. Вёз я с собой к тому же гармонь. Покорять Москву без единого выстрела. Ну, в общем, докатился до Москвы. И очень обрадовался, что меня привезли сразу в Кремль. Но, правда, знающие люди мне тут же растолковали, что это, говорит, мальчик, пока лишь Казанский вокзал. До Кремля дальше чуток. Картинка-то в детстве перепутается. Стена, часы, а раз в Москву, да куда? Непременно в Кремль. Мимо-то не провезут, вроде того, что. Сдал я вещи в камеру хранения. И в этой своей шляпе германтиновой, значит, в шараванах, отправился искать театральный институт. Пока я его искал, стало темнеть. А стало темнеть, от меня люди начали в сторону шарахаться. Ничего ни у кого не узнаешь? У меня вид-то был модный, по моим соображениям. Шляпа, шаровары. А ляу-лю, что еще нужно? Я бы и сейчас так прогулялся. Да ведь заберут, если не узнают вдруг. Или в метро не пустят. А тогда-то я уже по своему виду вроде какую-то угрозу представлял. Ну, нашел я этот институт в два часа ночи. Он огорожен оградой, такой старинной калиткой на замке. К нему не подойдешь. Я так повертелся, повертелся. Ночевать где-то надо. Вдруг слышу милицейский свисток. А напротив оказалось какое-то посольство. Ну, посольство охраняется, естественно. Милиционер меня здесь подманул. Но он меня близко тоже не подпустил. Так на всякий случай за ногами-то держится. Ну, действительно, шаровары воно какие, да? Мало ли я туда что наложил. Я ему на расстоянии-то объясняю и приехал поступать в театральный институт. Ну, он понял, с кем дело-то имеет. Он говорит, да, видать, из нашей же попалась. Из деревенской. Я говорю, нельзя ли у вас тут в этом вашем заведении-то переночевать? Он как захохочет, говорит, деревня. Перелезай через ограду, там на лавочке под кустом уснешь, я, говорит, тебя заодно охранять буду. Я пельнес уснул, а утром дворник, они же рано поднимаются, как начали с этой своей кишки-то хлистать огород перед институтом. И меня накрыл. Но он не видал, что человек как под кустом живет давно. Я встал, все ему опять рассказал, я говорю, так и так. Он оказался, дядька, с юмором, в бой с какой-то ржавой поднялся, с асфальта канцелярию мне отомкнул, дал два листа бумаги, говорит, пиши. Автобиографию, заявление, и как в 10 часов стукнет, первая дверь откроется, ты в нее шесть! И будь артистом! Как мне дворник тезис и выдал? Я по этим дворницким тезисам до сих пор и живу. В 10 часов дверь открылась, но ведь нашего брата набралось много конкурсов, был все-таки 100 человек на одно место. Ну и потом все одеты, прилично, все-таки в высшее учебное заведение поступают. У меня тоже есть шлетовый костюм, но он же на вокзале. Потом я так успокоился чуток, огляделся внимательно. Гляжу, я такой один. Никого не видеть ни в шляпе, ни в шароварах, нету никого. Я думаю, вот тут я всех и объеду. И я как был в шляпе, в шароварах, так и вкатился. Профессор на меня глянул, говорит, ой, отойдет мне. Дальше, 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 парень ходит, дальше. Ты, говорит, что он с гор спустился, что ли? Я говорю, да почти. С предгори. С каких? Я говорю, с алтайских. А зачем? Я говорю, как зачем? На артиста поступать? Да, как интересно. А что ты умеешь? Я говорю, да все. Как все? Я говорю, да так все, мать таким родила, я виноват, что. Она меня с пяти лет за ногу на крылечке привязывала и уходила в поле работать. Отец воевал, я говорю, привяжи, ты по неволе запоешь. Я говорю, я и запел с пяти лет, я говорю, пел до посинения. За это люди давали мне, кто стакан молока даст, да, кто пирожок какой даст, кто яичко какой даст. Я говорю, может и давали для того, чтобы я замолчал, но просто жалели парничку. Ну, ладно, говорит, спой мне. Спой, я говорю, что? Ну, русскую народную песню, знаешь, какую? А я знал из-за острова на стреже. Первый куплет. И там, где стенка девушку, значит, выкидывали. Спел два куплета, не останавливает. Заслушался, видите ли. Я думаю, батюшка, какого же Лазаря мне дальше-то запевать? Я текста-то не знаю, разворачиваю по-быстрому оглобли и снова пою первый куплет. А сам думаю так, думаю, сейчас не остановит. Я эти два куплета по кругу буду ходить водой. Как кот ученый у лукоморья. Где-нибудь я ему надоем, верно? Не может, он меня одного слушает. Действительно, он меня остановил. Ладно, говорит, ладно, хорошо, хорошо. А басню, знаешь, а басню я учил в поезде на этих своих мешках. Да видать не доучил. Начал читать и забыл. Честное слово, стою реву, причем чувствую, что слезы такие горючие, кожу прожигают, потому что я четверо суток не ел. Так я же и не умывался четверо суток. А профессор говорит, ты не ревим, а спать слезам не верь. Ты, говорит, своими словами объясни. Расскажи, что там у медведя с зайцем, чем дело закончилось в басне. Шутите вы своими словами стихотворный текст. Я начал своими словами, у меня еще три зверя припуталось каким-то образом. Профессор понять ничего не может. Зажмурился, говорит, слушай, парень, плюнь, ты на этот засад не разберешься со всердниками. Плясать умеешь? Ах, да, ты сказал, что все умеешь. А ну-ка, играйте ему русскую. Ну, заиграли мне русскую. Стал я плясать уж как умел. И тут случилось самое неожиданное, что меня, конечно, спасло в этой авантюре. Этот профессор сидел? Сидел. Вдруг кинется ко мне в круг из-за стола и давай вокруг меня начать отплясывать. Я думаю, он что, дед, засиделся в Москве? Причем он, значит, пляшет и подначивает. Чистушки, знаешь, я говорю, чего? Я думал, я слышался. Думаю, господи, какую глупость спрашивать. В деревне Розык, ясное дело знаю. Он говорит, пой. Но я вам тех частушки петь не буду. У экранов телевизоров могут несовершеннолетние попасться зрители. Одну спою, чтобы вы имели представление. Хулиган я, хулиган, да хулиган я временно. Да не скажу, в какой деревне есть мужик берега. В общем, понятно. Он отписал, отдышался и говорит, ну ладно, ладно, ладно. Парень ты, наверное, способный. Но нахальный. В следующий раз, когда придешь во первых так, зайдешь в аудиторию, поздоровайся. Я говорю, зачем я вас тут? Не знаю, не кого я саду. Здороваться буду. Да поздоровайся ты, чума алтайская. Язык не отвалится, а за умного сойдешь. И потом говорит, как тебе не стыдно, ты таким дикобразом явился в столице. Обязательно перед экзаменом подстрелись. Ах ты, думаю, но не знаешь наших. За 20 минут до экзамена я завернул в парикмахерскую и оскоблился под бритву. Все с тебя просто до семечек снял. Надел свой швейтовый костюмчик. На остатки моей бедной коровы купил ботинки чешские за 350 рублей вот на такой подошве. Захожу. Он меня не узнал. Но потом в списки доходит. Золотухин, я поднимаюсь. Его родимого со стула, кто как динамитом шпар. Он понять ничего не может. Стоит перед ним мужик в костюме и бритвы. Синий, как кабачок. Бахлажан. Правильно. Бахлажан синий. Он на пальцы перешел показывает, не заболел ли парень от переменных климата. Я говорю, Павел Михайлович, так вы же глелели немного подстричься, говорю. Но нахал. Он знал, что нахал, но не до такой же степени. Я говорю, да подумаешь степень. В конце концов, я же не уши отрезал, правильно? Волосы сбрил. За пять лет учебы, я говорю, какая-нибудь шевелюра отрастет. Чего? Какой учебы? Где? Я говорю, как где? Так у вас же пять лет учиться. Он нагляд, да? Да я, говорит, тебя за одни такие заявления самонадеянные не приму. Я говорю, позвольте, что значит не приму? Зачем стричься-то, Вилерь? Я говорю, считаем. Коровы нету. Полосцев на голове нету. Я что, таким идиотом явлюсь в деревне? Ну, волосы, ладно, отрастут. Я говорю, а корова? Вы знаете, что такое корова в деревне? Я говорю, кормилица. Отец корову продал, денег на дорогу дал, я где-то месяц шлялся, являюсь бритой. Спрашивается, где ты был, сынок? Вот так меня и взяли за счет моей дерматиновой, за счет моих сатиновых, ну и, конечно, коровы. Правда, мне потом сказали, что я все делал плохо, в общем, и пел, и плясал. Ну, чего там мне не было 17 лет. А меня пожалели. А то, что я вам сейчас прочитал, это такой пересказ главы из моей повести Дребезги, а в Москву-то, оказывается, за песнями. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...